Приветствую вас на канале час ремонта. В этом обзоре расскажу про газонокосилку Makita DLM382PM2, DLM382CM2, DLM382Z. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Данная модель была представлена компанией Makita в 2020 году в рамках серии газонокосилок, которые получают питание от аккумуляторов и способны обрабатывать большие площади поверхности. Makita DLM382 наименее габаритная из них с шириной скашивания в 38 сантиметров, что идеально подойдет для ухода за газоном, который расположен на 3-7 сотках земли. Удобная в работе ручка с мягкими накладками регулируется по высоте. На время хранения ее и вовсе можно сложить, благодаря чему косилка очень компактна и не занимает много места. Индикатор уровня травы позволяет контролировать степень заполнения травосборника. Индикатор подвижен при наличии свободного места в корзине и блокируется при ее полном заполнении. Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382 – это мощное и удобное устройство для того, чтобы обрабатывать даже самые маленькие и сложные участки земли. Газонокосилка питается от двух аккумуляторов типа BL18, основным преимуществом которых считается увеличенный ресурс. В DLM382 реализовано автоматическое регулирование крутящего момента, которое подстраивается под динамически меняющуюся нагрузку в процессе работы. Как уже было упомянуто, газонокосилка работает с литиевыми батареями из серии BL18, емкость которых составляет от 1,5 до 6 Ач. Данные батареи универсальные и используются более чем в 250 различных устройствах компании Makita, благодаря чему вы сможете сэкономить деньги и не тратить лишнее на дубли аккумуляторов. Именно поэтому они не входят в стандартный комплект поставки. Все элементы питания из данной серии обладают большим энергоресурсом, при том, что время зарядки у них составляет около 22 минут. В аккумуляторной газонокосилке полностью исключена вероятность перегрузки во время работы, так как пуск осуществляется плавно и легко, а батареи работают в щадящем режиме. В случае излишнего повышения предельного тока или нагрева, а также при недопустимом понижении уровня напряжения в батарее, система отключит привод, а пользователь газонокосилкой будет оповещен специальным индикатором. Управление классическое, после того, как вы нажмете на кнопку питания, нужно будет только на рукоятку сверху, и нож сразу же начнет двигаться, срезая траву. Для обеспечения безопасности в устройстве Makita реализована система защиты с помощью ключа блокировки, поэтому нож не придет в движение, если ключ не будет установлен в нужный отсек. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. По краям все равно триммером работать. Не видно на солнце индикатор разрядки. Отсутствие насадки для мульчирования. Зарядка не имеет USB порта. Слабоват рычаг переключения высоты. Теперь перейдем к положительным. Тихая. Без проводов. Маневренная. Батареи быстро заряжаются. Есть ключ безопасности. Красивая. Ширина оптимальная. Заряда АКБ хватило на 6 соток. Легкая в сборке и использовании. Обратная связь важна для нас, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта.